Программа «Школьный двор» призвана создать самые комфортные условия для учащихся школ, а также для жителей близлежащих домов, которые могут заниматься на хорошо оборудованных спортивных площадках, проводя свой досуг с пользой. На нашу электронную почту поступило видеообращение от жителей Расторгуева. Благодаря за отличный стадион, в свою очередь, они задают вопрос, а будет ли благоустройство близлежащей к стадиону территории? На этот вопрос искала ответ Татьяна Брылова. В поисках ответа на вопрос наших телезрителей, радеющих за красивый облик родного города, мы отправились в школу номер 6 и встретились с ее директором Ириной Протасовой. Она и поведала нам о планах по благоустройству прилегающей к школе территории. И планы эти оказались внушительные. Во-первых, посеена трава будет, а потом будут высажены новые деревья. Деревья это может быть даже сирень, клён, около тысячи деревьев. На всех площадках планируется установить резиновое покрытие. Это обеспечит чистоту и безопасность детей при падении. Кроме того, площадки будут обустроены малыми архитектурными формами. За существование школы почти 50 лет, конечно, много деревьев было очень старых. Их выкорчевали. И, конечно, сейчас вот на этом месте мы посадим, заложим новую молодую аллею. Аллею сирени. На территории детского сада, который функционирует при школе уже несколько лет, также добавят малых архитектурных форм, а площадку покроют резиновой кружкой. А 49 мачт освещения уже установлены на территории школы. Если вечером всё включить, говорит Ирина Ивановна, у нас будет настоящий Лас-Вегас. Такое освещение позволяет заниматься спортом до позднего вечера. А желающих поиграть предостаточно. Но, правда, одни приходят играть, а другие ломать. Так сломали кольца на баскетбольной площадке и сиденья на зрительской трибуне. Мы ждали столько лет, когда же обратят внимание на эту территорию. Так давайте жить в красивом. Давайте, чтобы наши дети и наши внуки приходили с удовольствием в школу и были горды за то, что в нашей школе, в шестой школе, есть великолепный стадион. Призывая сохранять всё, что находится в бесплатном пользовании, директор школы приглашает к сотрудничеству местных жителей. Вадим Герасимов – один из таких неравнодушных людей. Сам вырос в этом районе и теперь думает о будущем маленького сына. Предложил дополнить спортивный комплекс школы хоккейной коробкой. Место для неё, говорит Ирина Протасова, как раз имеется. Ни один кусочек земли на территории шестой школы не должен пропасть даром. Так считает руководство. Вот здесь, к примеру, будут располагаться теннисные столы и спортивные тренажёры. Благоустроительные работы уже начаты и должны завершиться в полном объёме до конца лета. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.